Железная дорога от станции Ижевска до станции Позимь идет через частный сектор. Специально для пешеходов на этом участке протяженностью чуть более километра установили специально оборудованные переходы. Их здесь три. Но жители близлежащих домов по-прежнему с риском для жизни ходят по путям. Я здесь вовремя могу отойти. Я слышу, а где? Там что-то же по грязи, а в двух и четыре. У меня нету здесь стратегии. А куда я пойду? Там болото. Сделайте асфальт. Здесь, на этом участке, находятся 11 несанкционированных мест выхода на железнодорожное полотно, потому что железная дорога делит район на надвое. И получается, что людям, где удобно ходить, они там и идут. Нам трудно заставить людей пройти там, где это надо. За переход в неположенном месте штрафуют. Сумма приличная – 500 рублей. Но нарушителей сетуют железнодорожники. Это всё равно не останавливает. Так у нас больше дороги нету. Вот же я вам показывал. Вот тропинка можно пройти. Вон пешеходный переход. Перешли и безопасно ушли. Глядя на взрослых, правила нарушают и дети. В этом году на Горьковской железной дороге уже пострадало 20 подростков. Половина из них погибла. Трое – это были жители Удмуртии. Буквально месяц назад, рассказывают полицейские, как раз на этом участке состав сбил 14-летнего школьника. Мальчик пытался пробежать прямо перед поездом. К сожалению, на нашем территории обслуживания произошёл рост травмирования и смертельных исходов с несовершеннолетними. Это связано с тем, что у нас грубейшие нарушения несовершеннолетними в нахождении на железнодорожном объектах. Хочу подчеркнуть, что молодые люди зачастую пользуются средствами, наушниками, проигрывающими устройствами и не слышат приближающихся поездов. Дети и транспорт под таким названием стартовала профилактическая акция. Сотрудники полиции не только усилили контроль на путях, но и отправились в школы, чтобы ещё раз напомнить, как вести себя на железной дороге. Продолжение следует...